Бизнес, забота о природе. На фабрике по производству кормов для животных компании Марс построили очистные сооружения полного цикла. В новом павильоне перерабатывается техническая вода, которая используется в производстве. После фильтрации она готова вернуться в почву, не навредив экологии. Инвесторы вложили в строительство очистного центра более 400 миллионов рублей. Руководство компании Марс не собирается сбавлять обороты. Подобное сооружение уже функционирует и в других городах. Да, на всех предприятиях компании Марс. Они сейчас либо модернизируются, либо строятся. Вот в прошлом году мы открывали это в Подмосковье. Мы уже модернизировали очистные сооружения в Новосибирске. Уже в этом году систему фильтрации обновят и достроят на всех предприятиях компании. Церемония открытия ульяновского сооружения прошла в торжественной обстановке. Губернатор Сергей Морозов перерезал красную ленточку и осмотрел новый цех. Затем глава региона обратился к представителям крупного и среднего бизнеса с экологическим посланием. Не сгубить землю и не остановиться в промышленном развитии. Сергей Морозов знает, что надо делать, чтобы природа и индустриал жили в гармонии. Необходимо внедрять наилучшие технологии, которые позволят добиваться существенного сокращения выбросов и сбросов в воздух, воду и почву. Серьезно заняться вопросами управления отходами, включая повторно использование восстановления, переработку и утилизацию мусора. Быть готовым к аварийным и другим нештатным ситуациям и уметь нести ответственность за такие ситуации. Экологи задания получили. Некоторые наметки у специалистов уже имеются. Чтобы строить безопасные предприятия, можно подучиться у иностранных коллег. В Китае, когда были на китайских заводах, там каждая точка производственного процесса через телеметрию передает на основной пульт и температуру, и загрязнение, и выбросы. В общем, все параметры газо-воздушной смеси передаются. Поэтому при любом отклонении тут же оператор, технолог может привести все это в норму. То есть это то, к чему должны стремиться и о чем говорил Владимир Владимирович Путин. Также фабрикантам и владельцам заводов необходимо разработать проект санитарно-защитных зон. Дело в том, что для каждого вида предприятий составлены соответствующие сампины, которые регламентируют метраж территории от 50 метров до километра. Согласно 222-му постановлению правительства 2018 года, более продвинутые фабрики и заводы должны сократить санитарные земли. Безопасные и бережные к окружающей среде производства таким образом могут освободить не один гектар необходимой площади для строительства новых микрорайонов. Виктория Черкова, Юрий Конихин, Новости Управды ТВ.